Майовка в Берлине в победном 45-м. Красная армия продолжает наступать на противника. Бои идут буквально за каждый парк и сквер столицы Германии. Там, где раньше бюргеры жарили баварские сосиски, все чаще слышится русская речь. До Дня Великой Победы остается 8 дней. Подготовка немцев к русской Майовке началась еще ночью. Наши бомбардировщики нанесли авиаудар по верфям в Свинамюнде. Это в Польше. В то же время пехота совместно с танкистами и кавалерией захватила Бранденбург со всеми его автомобильными, машиностроительными и химическими заводами. Еще одно знаменательное событие этого дня. Именно в ночь на 1 мая в 3 часа по Москве над Рейхстагом подняли красное знамя. Уже в полдень будущее знамя Победы сфотографировал советский летчик. Это единственный непостановочный кадр. Все остальные фото, включая и самое знаменитое, были сняты 2 мая. В качестве статистов бойцы, не принимавшие участие в штурме. А дальше Германия готова вести переговоры. К тому времени Гитлера уже нет в живых. Говорить о перемирии уполномочен генерал Вермахта Крепс. Однако Сталин выставляет ультиматум. Никаких переговоров. Только капитуляция. И дает время на раздумие. Всего несколько часов. Не получив ответа, наши войска открывают огонь по остаткам обороны в центре Берлина. Выбив противника с Бисмаркштрассы, наша армия подошла к местному парку. Отступая, немцы занимают квартиры и подвалы зданий. Но бойцов Красной Армии удержать не могут. В общей сложности за день боев штурмовые группы зачистили более 100 кварталов в центре города. Отчаявшись, гитлеровцы пытались прорваться из окружения южнее Берлина. Но Красная пехота, танки и артиллерия стеной огня перекрыли путь. Затем разделили окруженных немцев на две отдельные группы и уничтожили порядка 4000 солдат. Остальные сдались в плен. Неделя оставалась до Великой Победы.